Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове на 101FM. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем, наверное, нашу с вами беседу с событийки. А именно, вот одна из самых свежих новостей. Следственный комитет закончил проверку по поводу глыбы, упавшей на женщину с ребенком 5 марта на улице Преображенской. Следователи пришли к выводу, что виновата управляющая компания. Это управляющая компания Ленинского района, которую до недавнего времени возглавлял депутат Городумы Дмитрий Никулин. В УКА изъята документация, обыски проведены. Вот что больше всего меня волнует, это то, что должен ли за это отвечать только директор управляющей компанией, либо дополнительно должны отвечать чиновники, градоначальники, ответственные лица, которые деятельность управляющих компаний контролируют. – Знаете, есть такой библейский принцип хороший – не судите, не судимы будете. – Кого вы предлагаете не судить? – С точки зрения действующего законодательства уже все выяснено, кто виноват и так далее. Но есть, так сказать, законодательство, а есть правда или истина. На самом деле, там много кто виноват. И если по большому счету судить, ведь можно разные способы осуществлять тут же очистку крыш. Можно вообще крыши менять. То есть есть плоские крыши, есть обогреваемые крыши. – Да, либо обогревать кровли, например. – Но это дорого. Точно так же, как дорого содержать постоянно в штате чистильщика крыши, который бы там находился круглосуточно. Понимаете, неизвестно, когда выпадет снег. Вот сейчас идет снег, никто же не знал, что в конце марта вдруг упадет снег. И на самом деле вся беда в том, вот если так честно-то разобраться, это нехватка средств. То есть нехватка средств убивает людей. Вот и все. Эти средства можно, конечно, взять таким же способом, как в свое время поступили с капитальным ремонтом. Взяли и включили, так сказать, несмотря на протесты населения, в обязательные платежи. Ну, сейчас кому-то, может, голову придет с подачи, так сказать, журналистов, между прочим, потому что активно эту идею муссирующих, что что-то надо с этим делать. Ну, они сделают депутата и сделают, и введут вам дополнительные платежи. Чем это кончится? Ну, если карман пустой, невозможно бесконечно доить. То есть будет больше, ну, суицидов, возможно, потому что люди не знают уже, как жить. Будет новое выселение из квартир, потому что люди не знают уже, как платить за них. Поэтому вопрос о том, кто виноват. Вот решение, например, может такое решение быть, но оно некрасивое будет. На зиму делать, как, знаете, когда строят дома, навесы делают такие, и люди ходят безопасно. Давайте сделаем навесы на зиму. Кстати, это, возможно, будет дешевле, чем постоянно чистить крышу. Ну, это возвращение в какие-то 30-е годы, не знаю, нет? Давайте рассуждать, что нам для нас важнее, жизнь человека или, ну, скажем так, архитектура. Ну, тогда можно рассуждать, что важнее, жизнь человека или плата за расчистку кровель. Да, денег-то нет. То есть виноват, наверное, тот, кто неправильно, неэффективно перераспределил средства на общественные нужды. Это же общественные нужды. А денег не хватает. А раньше хватало. Ведь эта проблема, извините, с крыши упал снег с двухэтажного дома. Что, в 19 веке не расчищали крыши? Расчищали. А знаете, как было? А около, вернее, за каждым домом, за каждым домом, вы знаете, были закреплены дворники. Если дом был большой, ну, больше 20, там, 30 квартир, то было 2-3 дворника, не один, а 2-3 дворника. А если большие дома, ну, это в столицах, считали, 6-7 этажные, там были бригады дворников до 10 человек, которые, и в их обязанности входила, в том числе, расчистка крыш. И они постоянно работали, то есть, вот, постоянно были закреплены. Снег идет, они идут на крышу и расчищают. Вот так было. То есть, в 19 веке средств на расчистку крыш хватало, а сейчас не хватает. Вот вы думаете, как это у нас устроено. Кто-то что-то тут неэффективно устроил, а виновата управляющая компания. Хорошо, я поняла вашу мысль. А что же нужно в этой системе сделать, изменить, чтобы поменялась ситуация? Ну, вот я говорю, найти средства, то есть, перераспределить их правильно. То есть, сейчас просто можно эту проблему решить разными путями. Говорю, устройством, другим устройством крыш или вот эти навесы делать. В конце концов, можно тротуары отодвинуть от домов и поставить уже оградительные какие-то заграждения, чтобы не падали глыбы на это самое, на людей. Но средств-то нет. Нужно найти средства. Для этого нужно их иначе распределить. Они сейчас распределяются неэффективно, используются тоже неэффективно, раз людям на голову снег падает. То есть, потому что, я понимаю, управляющая компания, она просто не в состоянии выполнить то, что прописано законом. В законе написано, собственник обязан там, ну или управляющая компания, держать крыши в чистоте. Попробуйте выполнить. Я сам собственник. И я знаю, что это очень трудновыполнимо. Ну, хорошо. Вот СМИ тоже пишут о том, что депутат Дмитрий Никулин, который, я так понимаю, будет переизбираться на следующих выборах в городскую думу, как раз буквально недавно покинул пост директора Ленинской, управляющей компанией Ленинского района. Видите ли вы в этом какую-то подоплеку, либо просто так совпало? Да, да, нет, он в рубашке родился, повезло ему просто-напросто. Конечно, он это самое, если бы вовремя не ушел, то сейчас по нему прошелся бы вот этот молот со всей силой. Ну, ему повезло, слава богу. Значит, человек везучий, значит, и в Думу пройдет. Ну, вот по поводу Думы, уже началась избирательная кампания? Ну, да, конечно, она началась. А в чем это выражается? Ну, да что, посмотрите, как у нас, в общем-то, ну, избирательная кампания, скажем так, губернатора началась. Ну, губернатора в городу. Я не вижу, да, в городу Думы я не вижу, чтобы она началась. Ну, так, неактивно. А губернатора, да, идет. Даже приезд на Медведева в свое время тоже можно считать элементом избирательной кампании. Не знаю, вот есть мнение, что Медведев приезжал мирить партийные верхушки Кировского отделения Единой России. Ну, я думаю, что там было много целей. Согласитесь, что не только для этого. В конце концов, если бы это была задача, проще было бы эти верхушки вызвать в Кремль, там их разрулить все. Наверное, все-таки было много задач. Ну, хорошо, вот предвыборная кампания за губернаторское кресло идет. Ожидаете ли вы борьбу за нее? Борьба, конечно, какая-то будет. Ну, такая вела текущая, потому что, в принципе, уже все решено. В Москве? Да, я думаю, что... Кем все решено? Ну, скажем так, умными людьми это решено. И, на мой взгляд, решено правильно. Объясняю, почему. Потому что, если мы сейчас выберем не того человека, да, то есть для дотационной, для депрессивной области это будет удар еще один. Мы можем, конечно, так смело сказать, да мы тут сами с усами, и не надо нам там ставленников Кремля, мы тут своего выберем. Ну, и оставимся без дотации, оставимся без федерального помощи. Область, которая находится в кризисе, не может себе позволить выбирать кого угодно. Надо выбирать того, за кем придут деньги и инвестиции. Ну, слушайте, я вот слышу в ваших словах, ну, условно, нужно выбирать того, кого нам скажут. За кем придут деньги и инвестиции, я сказал. Они придут, скорее всего, за врио губернатора Васильева. Я так думаю. Слушайте, вот давайте сейчас прервемся ненадолго. Тема интересная. Я хочу после перерыва к ней вернуться. Это особое мнение Владимира Сизова, ректора Авиакского социально-экономического института. Уходим на перерыв и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир на 101FM «Особое мнение». Это Владимир Сизов, ректор Авиакского социально-экономического института. Меня зовут Юлия Афанасьева. Мы говорили с Владимиром Сергеевичем до перерыва о выборах губернатора и о том, что выбирать надо, по мнению нашего гостя, того кандидата, за которым придут деньги в регион. А вот скажите мне, почему вы не допускаете, что появится некий сильный местный кандидат, который сможет объединить местные элиты, который сможет составить реальную конкуренцию, и тогда, может быть, его поддержит Москва? Если кого-то Москва поддержит, то надо голосовать за того, кого поддержит Москва. Если такой кандидат появится среди местной элиты, то, и слава богу, другого просто я знаю, и вы, наверное, знаете всех местных, ну, всю местную элиту, так сказать, кто бы мог стать губернатором, но реальности человека, равного Васильеву, среди местной элиты нет. Хорошо, а Сураев? Ну, Сураев хорошая кандидатура, конечно, я согласен, но я не думаю, что эта кандидатура более сильная, чем тот же Игорь Владимирович. Хотя я уважаю его, да. Хорошо. СМИ тоже писали, что Сергей Миронов, это лидер партии «Справедливая Россия», предложил всем оппозиционным партиям договориться между собой и в регионах выставить на выборы единого кандидата от оппозиции. Насколько это реально в нашем случае? Это вообще как бы нереально. По двум причинам. Первая причина в том, что вся оппозиция у нас, в общем-то, все люди друг другу известны, все друзья, и та оппозиция, которая, скажем, такая у нас записная, да, то есть они кочуют просто из партии в партию, то есть по поручению чему-то, ну вот сегодня ты будешь в этой партии представлять оппозицию, завтра ты будешь другой. То есть есть какие-то, может быть, две-три партии, те же, которые там Навальным возглавляются, которые реальная оппозиция. А вся остальная оппозиция, даже вот тут, ну, может быть, коммунисты еще более-менее реальная. И то у меня есть сомнения, потому что их все-таки допускают к выборам. А сомнения в их оппозиционности. Да, потому что если кого-то допускают к выборам, то там, в общем-то, оппозиция такая сомнительная. Скорее всего, такая официальная записная оппозиция. Владимир Сергеевич, вы какую-то нерадужную картину совсем рисуете. Какую-то реальную картину рисую. Почему я должен радужную рисовать? Нормальная картина, как есть. А по поводу Навального. В это воскресенье во многих российских регионах проходили где-то митинги, где-то акции протеста, где-то марши. Вы следили за этими событиями? Ну, я не следил, хотя знаю, что это происходило. Вот. Ну, и что? Ну, происходило. Ну, нормально. Опять-таки. А мне интересно, как вы оцениваете количество человек, которое вышло? И вообще саму вот всю эту историю, потому что в Москве, например, не согласовали митинг, это была такая прогулка. И что там происходило? Там ОМОН просто хватал людей, которые шли, никого не трогали, там ни к чему, не знаю, не призывали, не протестовали активно, не были буйными. И в Москве это действительно очень мирно все прошло. И вот просто ОМОН выдергивал людей, упаковывал их в автозаки и задерживал. Вот это вообще о чем свидетельствует? Это власть боится. Это обычная практика современной России. То есть те, кто пошли на митинг, совершенно точно знали, что с ними так поступят. Да ведь не в том дело, что они знали и чего они не знали. Если вы хотите спросить, правильно или неправильно, ну, с моей точки зрения, неправильно. Но я говорю, что это обычная практика. То, что я скажу, что я это не поддерживаю, от этого ничего не изменится. Ну, слушайте, получается, что чего у нас власть настолько боится, что вот так себя ведет? Она не боится, она показывает, что она власти. Если она не будет демонстрировать время от времени силовые акции, тогда вот ее перестанут бояться. Мне как-то казалось, что должны строиться отношения на взаимоуважение, а не на страхе и подчинение какое-то крепостное право. Ну, если у власти есть вот такая абсолютная власть, то зачем ей строить свои отношения на уважении, на чем-то, о чем он говорит. То есть ей этого не нужно. То есть для этого нужны какие-то дополнительные действия, дополнительные расходы. А зачем, если у нее все есть? А как же перспектива 2018 года? Ну, когда мы все дружно Путина пойдем снова выбирать. Ну, я не знаю, кто кого пойдет выбирать. И вообще до 2018 года еще много времени. Посмотрим. Ну, хорошо. Ладно, давайте вернемся в Киров. Молодежный парламент региона. Одно время они были достаточно активными. Это активно освещалось в СМИ. Ребята часто собирались. В последнее время, ну, как-то лично для меня эта история поутихла. И вот опять обсуждают. Недавно были выборы. Вообще хочу начать с того, нужен он нам или нет, этот молодежный парламент. Кому нам? Давайте разберемся. Обществу, области, чиновникам. Общество не нужен. Чиновникам нужен. Потому что молодежный парламент нужен только для одного, чтобы молодые люди, так сказать, попрактиковались. Попрактиковались, научились чему-то. Но учат их, конечно, не тому, чему надо. Вот быть пронырливыми, быть нечестными, обманывать людей. Но зато, наверное, для будущих депутатов, чиновников это очень хорошая практика. Ну, хорошо, предположим, кузница кадров, допустим. А вот эта история, когда прошедших в молодежный парламент людей уличили в плагиате, активно все это начали обсуждать в социальных сетях, что эти работы, эссе, которые писали ребята, неоригинальные и так далее. Вот этот вот весь шум и сыр-бор вообще есть из-за чего? Вообще, если это молодежный парламент, он должен выбираться, избираться. То, как проходили выборы, то есть какая-то комиссия была назначена, депутатская, которая выбирала по эссе. Ну, что это за выборы? Ну, что? Ну, смех просто. То есть, ну, хотя бы уж сделали, чтобы выбирали, скажем, там, студенческие сообщества, образовательные какие-то организации, депутатов там между ними. То есть, это и выборами-то назвать нельзя. И принцип отбора по эссе, ну, хорошо, он написался, даже если он не списал. Хотя там, насколько я понимаю, там были скандалы из-за списанных работ и так далее. Это же совершенно не значит, что он может что-то реально делать руками, да. Ну, не руками, там, скажем, голосом. Головой. Головой, что он может общаться с людьми, что он может решать их проблемы. Это же не значит, что смысл по этим эссе вообще было эти выборы делать. И я вообще считаю, что любая скандальная технология, если вот технология проскандалилась, да, она должна быть исключена в любом случае, потому что эта технология не работает. Раз есть скандал, есть недовольная, убирать технологию и придумывать другую. Тем более, технологий-то полно этих выборных. Почему именно эту выбрали? Наверное, потому что было удобно провести своих вот этих кандидатов, да. Ну, вот, как-то все это некрасиво, печально, поэтому я говорю, ну, чему учат? Изначально даже на этапе выборов уже учат быть пронырливыми и обманщиками. Слушайте, а вот я, насколько знаю из вашего фейсбука, у вас в Москве недавно было обучение, причем учили вы. Да. Учили форсайтом. Да. Правильно? Правильно. А расскажите, что это за обучение такое, и почему вы учите там московских, да, ребят, но вот подобные практики, есть ли она в Кирове? Подобная практика в Кирове есть, но я не знаю, насколько мне известно, студентов-то не учат у нас форсайту, так сказать. Что это за штука, с чем это едят? Ну, она не так давно появилась в России, ну, может быть, 10 лет назад, а в мире вообще лет 30 какая-то такая технология существует. Но если дословно, то это, ну, скажем так, наука о предвидении будущего, будущих технологий, будущих социальных каких-то вот вещей. То есть, ну, все, что связано с целеполаганием, куда надо стремиться, какие стратегии выстраивать, чтобы прийти к тому или иному, так сказать, образу будущего. Предвидение будущего в смысле прогнозирования? Нет, не прогнозирование. То есть, это вот не связано с прогнозированием, это, скорее, связано с конструированием. Потому что, что значит прогнозирование, как мы можем, мы именно форсайт, это в основе лежит, что мы можем сами задать вот этот вектор будущего развития, то есть выстроить определенную картинку и к ней двигаться. На самом деле, форсайт вообще обязателен везде, ну, в крупных организациях, компаниях, потому что без него, собственно, нельзя выстроить стратегию. Вот мы говорим, давайте вот сделаем там стратегию области или стратегию предприятия и так далее. Так, если у вас нет картинки перед глазами, куда идти, так вы куда стратегию-то выстраиваете? То есть, вообще, вот это меня всегда дико, я стратегиями давно занимаюсь, да? Если человек не знает, куда идти, так он может вообще никуда прийти. А форсайт вам показывает, собственно, ту картинку, куда мы стремимся. Вот примерно так. То есть, в первую очередь, это история о том, куда мы хотим прийти, к какому результату? Мы можем думать много о том, куда мы можем прийти, но форсайт — это вот чисто научная дисциплина, потому что все технологии, которые будут использоваться завтра, послезавтра, там, они вот изобретаются сегодня или были изобретены вчера. Поэтому завтра нельзя прийти туда, где используются технологии, которых еще нет. Понимаете? То есть, поэтому анализируются именно технологии, ну, не только технологии, многое что, просто это более понятно, да, которое есть сегодня, и на основе этого выстраивается предположительно, что может быть, в общем-то, к чему мы можем прийти завтра. Не просто прийти, а хотим прийти. А кого вы в Москве этому обучали? Ну, это магистранты, то есть учащиеся в магистерских, так сказать, курсах, социальной педагогии Московского гуманитарного университета. А в Кирове кого вы этому учите? А в Кирове никого-то не учу. А не востребовано? Ну, получается так. Ну, было востребовано. Почему в свое время, в 2013 году городская администрация заказывала нашему институту провести форсайт-город, да мы проводили, и довольно успешно. А напомните, к чему вы тогда пришли? Ну, там целая монография. Ну, я, да, представляю себя, конечно. Ну, интересно было очень. Интересно. А вы тогда прогнозировали на период 50 лет? Нет, до 2040-го. Но там ведь разные, не то, что к 2040-му, то есть разные периоды, что бы к 20-му, что бы к 25-му, что бы к 30-му и так далее. А то, что вошло в ваш доклад, в результаты вашего исследования, это сбывается сейчас? Понимаете, это не прогнозирование. То есть это вот мы говорим, что вот можно двигаться таким путем, мы конструируем. Будет там двигаться предприятие или город этим путем или не будет, это уже задача-то власти. Власть смотрит, как можно сделать, то есть на основе этого выстраивать стратегию. Я смотрю, что да, кое-что двигается, осуществляется. Допустим, там освещение дорог в сторону от города, использование, значит, для этого батареи солнечных. Вот, наверное, стали встречать. Ну, я так, это много что. Там порядка 70 или 80 проектов разных предлагалось. Ну хорошо, давайте на этом прервемся, уйдем на небольшую паузу. Это особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. Во второй части программы поговорим о квадратности классных комнат и вообще о жизни учителей. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир на 101FM программы «Особое мнение». Это особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. Меня зовут все так же Юлия Афанасьева. Ну, давайте поговорим про классные комнаты. С вами мы эту тему, к сожалению, в этом эфире не обсуждали, но пора наконец-то сделать. Информационный повод достаточно давний. На форуме в Сочи Голодец высказалась по этому поводу, о том, что нужно отказываться от прямоугольных классов, потому что это неправильно влияет на развитие индивидуальности у ребенка и особенно отказываться от практики, когда учитель стоит впереди, перед классом у доски и что-то вещает. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я не знаю, кто там Ольгу Голодец так и пропиарил. Может, какие-то строительные компании, чтобы получить заказы, так сказать, ну, для перестройки школ, что ли. Их же тысячи школ, даже, наверное, десятки тысяч по стране. Потому что, ну, возможно, возможно, как-то влияет чуть-чуть, так сказать. Но это вообще, на самом деле, не самое главное. Потому что для хорошего учителя, там, встать в центре класса и вообще парты переставить как угодно, вообще никакая не проблема. А я так понимаю, что, по ее мнению, самое главное, чтобы учитель стоял в центре, как бы, да, вот таким центром был. И это почему-то должно влиять на индивидуальность детей. Я боюсь вот чего. Что сейчас, когда учитель стоит перед классом, его хотя бы видит весь класс. И причем, так сказать, фронтально видит. Когда он стоит в центре, то половина детей окажется сзади, вообще-то, учителя. И я не знаю, как это будет влиять на их индивидуальность, что учитель к ним спиной. Понимаете, вполне может у них быть какое-то чувство заниженной самооценки, что вот к ним учитель спиной. Или учитель должен, как и лавертеться, так постоянно, да. Кто-то сбоку окажется, кто-то еще где-то. Поэтому вот насколько это... На самом деле не это важно. То есть учитель хороший разберется, как там надо ему стоять, как до детей донести информацию. И я бывал в школах, где и парт-то нет, понимаете. То есть и там кружочком сидят. И учитель как раз в центре-то не должен стоять. То есть он может быть вот в общем кругу где-то стоять. Ну, сидеть, стоять еще как-то вот в центре. Это тоже, я не знаю, что-то, что за технология такая. Вот. А главное-то не в этом. Главное, чтобы, понимаете, вот сейчас отказаться на ней от прямоугольных классов, отказаться вообще от контроля со стороны министерства федерального, со стороны региональных министерств. Вот когда откажутся от контроля и от бесконечных бумаг и отчетов, которые у учителей на это больше времени уходят, чем на подготовку к занятиям. То есть когда учителям предлагали бы и преподавали бы, обучали бы их новым педагогическим технологиям. Эти технологии есть. Поэтому суть не в том, какой класс. Великие ученые, великие люди, мыслители вообще не в классах даже занимались. Ну, скажем, там Платон прогуливался, например, по своему там саду вместе со своими учениками. И что у него там, великие ученики и так далее. Также Сократ, Аристотель. Какие кабинеты, вообще без разницы, где будет заниматься, в каком. Я еще понимаю, если бы я предложил, какие-то круглые там классы. Но то, что прямоугольное на квадратное поменять. Может быть, я говорю, какой-то процент там один изменится в образовательной сфере из этого. Но революции точно не будет. А вот вы сказали, что учителям нужно другое, и учить их нужно как раз передовым преподавательским технологиям. Это вот вы что конкретно имели в виду? Есть сегодня много технологий. Ну, например, вы знаете, что если школьное преподавание, именно школьного брать, то, наверное, сейчас самые такие распиаренные две. Это вот финская школа. То есть там же другой подход к обучению. И не как у нас. Несмотря на то, что многие говорят, вот, они там наши учебники слезали. Что такое финская школа, расскажите. Ну, это достаточно свободное общение, во-первых, ребят. То есть там, по-моему, уроков-то как таковых жестко обозначенных нет. И это изучение всего на, скажем, на конкретном примере. Если там изучаются, ну, допустим, белки какие-то изучаются, или там жиры и так далее. Так они идут в кафе и смотрят, как, что такое белок. Не вообще, а вот конкретно. Вот оно мясо. Вот оно масло. И как они превращаются на сковородке в эту котлету или в биштекс, понимаете. Вот они как изучают. Ну, это как некое естественное обучение, да? Да, естественное обучение, не зашоренное. А финские школы давно, ну как, отказались даже от использования, от заучивания, допустим, таблицы умножения. Вот это шок у некоторых вызывает. Они говорят, а зачем засорять голову тем, что, в общем-то, не надо? Потому что всегда под рукой есть, ну, часы, там, телефон. Нет, ну подождите, а как же базовые знания? Вот я вам говорю вот так, ну, я в финской школе-то не учился и не обучал, но у них вот такой подход. И тем не менее, школьники финские показывают лучшие результаты на европейских вот этих олимпиадах. А чем изучение вот этого подхода нашим-то учителям полезным будет? Ну, наши-то не смогут. Для этого надо всю систему перестраивать. Там ведь финская школа отказала, финны отказались вообще от министерства образования. У них нет министерства образования, как такого. Школа сама учебная программа формирует. Регулирует себя. И не просто школа, а совместно с родителями. То есть вот родители и педагоги собираются и, в общем-то, решают. Но есть какие-то опорные, конечно, вещи, но, тем не менее, содержание определяется не сверху. Это очень важно. А есть другая, сейчас, ну, наши, наверное, россияне-то мало знают еще об этом, но вообще-то один из лучших опытов, это вот Гонконг, да, школа, да, это вот Южная Корея. Они переходят, они еще не перешли, но переходят так называемому позитивному обучению. Вот это круто. А что это такое? Это вообще фантастика, да. А они считают, что не надо детей вообще как бы загружать обязательными знаниями такими, да. То есть для детей, для детей, ну, мне тоже трудно очень представить, несмотря на то, что педагог, важнее гораздо, чтобы вот в этот возраст обучать чувствам различным, отношениям, да. То есть вот доброте, что такое доброта, быть добрым учить, да, быть радостным, быть хорошим, да. Они воспитывают, вот то, что когда была Советская Орлась, мы пытались воспитать, так сказать, людей коммунистического будущего, да, вот они это сейчас делают. То есть там, где рассвет капитализма, они воспитывают людей коммунистического будущего со всеми потребностями. То есть вы говорите сейчас о том, что они не знания учат не знанием, а учат чувством. Я не говорю, что они не учат, они, конечно, учат знанием, но они не ставят их на первое место. А знаниевый компонент у них уходит как бы там на второе, на третье место, на второе выходит поиск знаний. То есть, а на первое место это вот быть человеком. И ребенок должен, ну, в своем возрасте, в каждом своем возрасте получать и изучать то, что делает его хорошим человеком, настоящим человеком. Понимаете? То, что у нас из школы вообще-то ушло. Но сейчас потихоньку вроде бы говорят, что будет воспитание возвращаться. Ну, в общем, воспитательный компонент там занимает большую часть времени и программы, а не знаниевый компонент. Ну, и вы считаете, что это правильно и дает результаты. Это круто вообще, конечно. Это знаете, что дает, прежде всего, вы думаете, вот результат. А что такое результат? Это что, красный диплом, не знаю, поступить в МГИМО? Это вообще важно. Это вообще важно. Важно быть, ощущать счастливым, радостным человеком. Вот что это дает. Это дает то, что счастливая нация, счастливый народ будет. Понимаете? У нас все ходят депрессированные. Все плохо, тут плохо, там плохо. А там ходят все счастливые. И речь-то не в деньгах, вообще не об этом. О знаниях. О том, чтобы люди были счастливы. То есть государство думает о людях. Ну, в самосознании. Когда мы говорим социальное государство, так социальное государство – это государство, которое заботится о людях. Не которое дает подачку 5 тысяч, ты там поешь, да? А которое делает людей счастливыми реально. Так они делают реально счастливыми людей. И это очень круто, когда это государственная программа и начинается она со школы. Хорошо. Каким образом эти все истории можно применить у нас в нашей российской системе образования, учитывая, что вот она есть такая, какая она есть? Ну, в отдельно взятых школах это возможно, конечно. В целом в системе образования это невозможно, потому что для этого нужны другие, в принципе, учителя. Для этого нужны, в принципе, другие чиновники. А лучше вообще, чтобы чиновников не было, которые этим занимаются. Я видел такую школу, но я уже об этом как-то говорил на эфире, правда, не с вами. То есть это школа вот Щетинина. В общем, как бы вот они, конечно, все равно завязаны на, к сожалению, на нашу российскую программу. На образовательных стандартов каких-то, да? Но дети там счастливые. Вот это я увидел. Я нигде таких счастливых детей, как там, не видел. Вот три минуты у нас с вами буквально осталось. Ну, видимо, придется коротко обсудить. Коммерсант недавно опубликовал статью под названием «Не наши университеты». И пишут наши коллеги о том, что в российских вузах учеба стала настолько дорогой, что наши абитуриенты едут учиться в страны, где подешевле, но качество не ниже. Это вот та же Финляндия, о которой вы упомянули, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония. Вот мне интересно, прежде всего, это федеральная тенденция, которая актуальна для Москвы и Петербурга, где коммерческое обучение реально стоит дорого. Либо это уже актуально и для нас. Ну, скажем так, пока только десятки тысяч, не так уж много россиян уехало за рубеж обучаться. Я скажу, что первое место в этом перечне стран занимают не европейские страны, а азиатские. То есть едут в Прюсерске. Китай. Китай, Тайвань, туда едут. Да, это звоночек определенный, но это нельзя назвать такой большой тенденцией, потому что студентов в России около 5 миллионов все-таки, это не так много. Но звоночек, да, действительно, потому что в крупных престижных вузах в Москве обучение стоит примерно в 10-12 раз дороже, чем в той же Чехии и Европе. В среднем в Европе стоит обучение коммерческое от 500 до 1000 евро в год. Понимаете? То есть это не много. Ну, 30-60 тысяч. И проживание стоит там дешевле, чем жить в Москве. Ну, если брать Киров, то здесь коммерческое обучение примерно либо равно европейскому, либо дороже. То есть в Кирове учиться дороже, чем в Европе. Ну, это правда? Это правда. Подождите, а сколько стоит год обучения, например, в коммерческом вузе или по коммерческому направлению в обычном вузе? Ну, если брать не технические специальности, а гуманитарные, если очные, то есть в среднем 50-60 тысяч рублей. Ну, от 45 там начинается обычный первый курс, но потом увеличивается обучение, и 50-60 тысяч рублей. То есть тысяча евро. Тысяча евро. То есть эта цифра, в принципе, сравнима со стоимостью обучения в Европе. Причем в Европе может быть дешевле еще. И мало того, в Европе очень много программ грантовых. То есть можно учиться и бесплатно. Мало того, можно даже и стипендию получать. Если вы поедете в Германию, там, ну, до недавнего времени все обучение было бесплатным. Сейчас, правда, для неевропейцев вводится плата. Ну, тоже небольшая. И хорошо, что нас подстерегает за углом. Давайте, давайте. Здесь опасность не в этом. То есть здесь опасность в американских университетах. Есть такие университеты типа Стэнфорда, Гарварда, значит, Массачусетский технологический университет. У них стратегии, ну, прописано. То есть добиться, там, через 10 лет количество студентов, миллиард студентов, они разрабатывают открытые онлайн-курсы. На этих онлайн-курсах уже, ну, вот, я читал два года назад, было 170 тысяч россиян обучалось. Сейчас, конечно, гораздо больше. И они активно их переводят на русские языки. Вот когда эти, и правительству США ничего не стоит профинансировать. В общем-то, они очень дешевые, эти онлайн-курсы. Перевод на русский язык. И, понимаете, чей диплом вам более, так сказать, дорог будет, Гарварда, там, или нашего, так, фиатского какого-то института, или университета. И это будет бесплатно для вас. И почему в Европу не едут пока активно язык? Все-таки там либо на английском языке, ну, на русском языке преподавания нет. Ну, конечно. А вам тут переведут еще и на русский язык. Еще диплом Гарварда выйдут. Вот где опасность стоится. То, что через 10-15 лет может оказаться так, что 90% всех россиян будут учиться там, а не здесь. Вот где надо, как бы, оборону выстраивать. Ну, вот коротко. И каким образом выстраивать эту оборону? Ну, в принципе, правительство кое-что предпринимает. Сейчас создаются и российские открытые онлайн-курсы. Но пока они, в общем-то, мало, ну, как бы, мало продвигаются. Пока такая небольшая когорта университетов их использует. Вот посмотрим, как будет действовать дальше. Но противостоять очень сложно. Потому что там огромные деньги, огромные ресурсы. И самое главное, наши же все время, так сказать, упускают время. Время-то упущено. Ну, и по большому счету, например, небольшие, провинциальные, не люблю этого слова, но, тем не менее, небольшие там провинциальные университеты будут конкурировать уже не с Москвой, там, МГУ и МГИМО, а будут конкурировать, ну, по большому счету, со всем миром. Я боюсь, что провинциальным университетам большим-небольшим вообще невозможно будет конкурировать. Дай бог, если сумеют конкурировать 5-6 столичных вузов, все остальные просто неконкурентоспособны. Но поймите, что бюджет одного Гарварда больше, чем бюджет всей системы образования России. Ну, все. Ну, вот на этом мы и закончим, пожалуй. Это было особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. Меня зовут Юлия Афанасьхева. Спасибо вам за эфир. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго и до свидания. Особое мнение на 101FM